всем привет скорее всего вы как и я видели массу обзоров на ю тубе гриндера дина он в принципе служит приставкой к болгарке то есть кушаем я посмотрел огромное количество обзоров я загорелся идеи мне показалось в итоге что все будет классно в итоге я получил этот гриндер в я про него начал начал им пользоваться начал сразу же уже видеть какие нужны внести вносить изменения я снял обзор как и многие но вопрос в чем очень многие мы видели эти обзоры но мы не видели как этими гриндерами реально люди после обзоров пользуются в принципе огромное просто колоссальное количество есть каких-то бедосов которые люди сделали обзор и больше этими вещами не пользуются у меня же вы могли видеть что это гриндер стоит в гараже у меня прошло уже больше года его использования ну и конечно для его нормального использования его пришлось просто кардинально переделать вот давайте посмотрим в этом видео что я переделал в риндере дина для того чтобы им реально можно было нормально пользоваться ну и самое главное конечно это перевод на 1250 ленты они 1200 и потому что 1200 это вообще какой-то уникум они продаются мало где они редкие редко где встречаются и стоит безумных денег от 1250 это стандарт ребят всем привет про гриндер дина значит год назад я обзавелся этим гриндером я про него рассказывал что все классно все супер и я действительно так думал мне он пришел я его собрал я его запустил я выщущую подрегулировал и с на 90 процентов он был супер случилась проблема когда он у меня постоял то есть вот это все 4 миллиметра вот этих всех утилителей не было это я сам на понаваривал вот это все 4 миллиметров к и из-за натяжения ленты все это перегнуло вот здесь шестерка только низ это ведь я доварил пластину чтобы его не куляла я покажу ничего не красил чтобы вы видели как что здесь сделано у меня и действительно эта вещь сейчас работает начнете первое что в комплекте идет одна лента одна лента 120 1200 лента идет вот видите я не знаю или же уже не видно что написано то есть она работа она работала все классно и я нигде не могу купить 1200 ленту потому что кругом продается по 1250 ленты их море вот висит вот это я щас проводил испытание но пока лента стояла на гриндере и в принципе вот это вот одна лента стояла все было классно все было супер все работало все было идеально он ко мне пришел я его собрал я с ним поигрался я отснял видео и в итоге он стоял но наверно неделю я к нему подхожу включаю его сейчас вы видите что все ровненько хорошо идет лента начинает плясать убегать я начинаю регулировать раньше был другой был сразу говорю длины болта не хватает ну на новый лент ну ладно так такая регулировка была что болта там чуть ли не вот так вот ролик становился чтобы можно было отрегулировать я начинаю понимать что где-то гнет корпус и я начинаю его усиливать вот первый усилитель у меня был вот он вот этого не было вот он усилителя мой первый идет вот вот так вот он загибается вот мы первый усилитель потому что гнула я так понимал вот это вот ухо на котором натяжитель стоит его загибала сюда я его сделал вот так вот потом мне показалось этого мало я варил вот эту штучку потом я варил вот эту вот потом я еще варил вот сюда вот вон усилитель внизу идет то есть в итоге раму перестала гнуть вот эту часть можно не усиливать ее не гнет вот в крайнем случае если ее гнет можем по стороне дать усилитель и благодаря этому будет держаться все потом но естественно вы видите есть обрезал вот это вот ненужное вот такое вот ухо как с этой стороны вот потом что как я уже сказал вопрос был по поводу удлинения по поводу установки 1250 лент для этого вот смотрите что я сделал для установки 1250 лент просто вот это вот коромысла натяжитель я его разрезал и я вварил сюда это он и 6 миллиметровой стали я варил сюда просто вот кусочек 6 миллиметровой стальки ничего не рассчитывал совершенно произвольно но посередине швов где-то получается я сюда вварил 30 миллиметров вот то есть 30 миллиметров я взял полосочку как положено там снял фасочку и варил все проварил с двух сторон с одной стороны шлифанул думал нужно казалось не нужно ну ладно естественно я вон там он видно варил дополнительные гаечки потому что вот здесь вот стояла пружинка и длины не хватало ну то есть я приварил гаечки болтика и в итоге подогнал где работает а где правильно работает потому что я сделал я везде наварил потому что меня это заколебало вот эти вот видите упоры потому что двумя ключами крутить но это позапрошлый век и это честно говоря заколебало я потом сделал но здесь вот этот упорчик когда снимаем ленту давайте снимем давайте снимем и сейчас из-за этого упорчика у меня не проваливается вот я эту ленту кидаю вот сюда вот это потому что вам скажу что я другую ленту поставлю и почти не надо будет регулировать хотя это наверно самая кривая моя лента вот значит с этим я крепежом ничего не делал только хорошенько его ужал болгарка у меня riobi 800 w работает отлично вот а да 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 чтобы чтобы он не кулялся вот видите сюда приварил просто 6 миллиметровую пластину тогда когда мы работаем на гриндере мы можем на него давить вот насколько он шатки все равно он весь уже крепкий но он шатки на своей этой вот постаменте поэтому я использую струбцину взгляд не смотришь такой сращались работал вот и собираюсь убираться вот решила снять начнете дальше в итоге все равно ничего не помогло и я взялся за наладку вот это вот узла то есть вот это вот платформу все кривое было добавил шайба на м8 но толщиной 0 5 миллиметров купить если будете покупать гриндер купить сразу четыре шайбы и там внутри подшипников между подшипниками внутренней втулкой поставлял по одной шайбе думал по 2 поставлял по 1 потом регулировал вот это вот даже немножко шлифанул это не лентой настолько поскребло это я снимал болгарской вот этим вот кубитроновским диском на 8 на 100 вот о том что вот эти вот все хреновины крик криво согнуты равнял вот эту платформу и все равно ведь она согнута криво с одной стороны подложил шайбу и перевел на там шестигранники очень неудобно перевел на обыкновенные болтики на м6 вот ну и как завершение всего я сюда установил вот этот упор просто это две полоски 25 миллиметров сюда варена гайка до удлиненной м8 в принципе вот разломанный хомут подкручиваем поджимаем тем самым болгарку регулируем так вот и я еще боюсь что нам придется в 10 где нижнего здесь крепеж делать еще такой вот ухо это же сюда делать упор чтобы поворачивать еще вот так вот мы могли их нашли совершенно она не жестко стоит но хотя уже стало лучше в принципе вот такой конфигурации вот такой конфигурации мой гриндер работает уже наверное месяца два да еще вот здесь вот надо смотреть еще сделать надо вот здесь болтик на 10 до я отодвинул там стояла тоненькая шайбочка я положил сюда три стандартные шайбы в плюс тоненькая три стандартные шайбы за того чтобы этот кулак отодвинуть потому что когда он придвинут лента получается пилит вот здесь вот вот это вот место пилит лента то есть ну и только вы сейчас он стал правильно работать и из-за этого я вот думаю у меня есть где-то толстенная шайба кругляк на 10 просто и положить вот сюда вот и приварить и тем самым еще усилится вот этот вот сам этот угол он усилится благодаря тому что сюда будет наварена толстенная шайба но это уже потом это сделаю вот думал поднять болгарку задрать да никому это не нужно мы ставим перед гриндером да вот так вот он допустим давайте даже струбцинка его приймем как вот он у меня изначально стоял вот чем стоишь и смотрите вот спокойно достаю рукой вот я стою вот моя грудь вот моя рука то есть мне не нужно туда тянуться вот благодаря вот этому тупорчик у это просто кусочек арматуры варил сейчас этот блок коромысла не проваливается туда его не надо ловить давайте оденем другую ленту да вот любую сколько это у нас 120 лента какая-то херня херовая с в адреса вроде даже стороны выдаваясь вот я при вас прямо запускаю видите лента не убегает не уползает все просто супер ну и вот если сейчас камеру я ровно держу моя досварка ровно но вы видели вы сейчас заметно насколько здесь все перекошено перекоса еблина перекрыли кривлина ой ребят это какой-то ужас это какая-то жуть ну вот что имеем то имеем собственно говоря на этом все всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайкосики делимся этим видео все всем пока и до встречи на канале собственно вот варил то есть он получается пересекается сварочным швом с вот этим вот усилителем с обратной стороны